В предыдущей лекции мы говорили о том, зачем нужны научные исследования и затронули основные этапы его осуществления. Сегодняшняя наша лекция посвящена тому, как выбрать тему исследования, а также как правильно поставить цели и задачи исследования. Безусловно, с выбора темы исследования, собственно, и начинается само исследование. Правильный выбор темы показывает зрелость студента, его умение ориентироваться в потоке нерешенных задач и проблем. Тема определяет и название исследования, так как она вмещает в себя концентрированные выражения сути научного исследования. Тема должна отражать существо проблемы, его цели и, конечно же, соответствовать содержанию. Любой читатель уже из названия должен получить ясное представление о том, что сделано в работе и какой основной научный результат выделяет данную работу из множества других. То есть название подобно визитной карточке. Если оно четко сформулировано, отражает суть работы и ее актуальность, то работа не останется незамеченной. В этом случае полученные результаты найдут широкое понимание и признание, и трудностей в оценке значимости вклада студента в решение рассматриваемой проблемы не будет. Обычно тема исследований для курсовых и выпускных квалификационных работ предлагается студентам в виде соответствующих списков. Кроме того, студент может сам предложить свою тему исследования, и по согласованию с научным руководителем она может быть утверждена. Процедура утверждения тем курсовых и выпускных квалификационных работ существует только для того, чтобы предостеречь исследователя от выполнения бесплодной работы. Зачем исследовать заново то, что исследовано достаточно детально? Как уже упоминалось ранее, тема должна быть актуальна, интересна и при этом отражать сферу ваших интересов. Вместе с тем, тема должна быть достаточно ограничена и максимально четко сфокусирована на определенном предмете исследования, так как ее нельзя развить одновременно и глубоко, и широко на 20 страницах исследовательской работы. Определиться в том, как ограничить тему исследования, чтобы она была достаточно узкой и глубокой, вам поможет ответ на вопросы. Какова цель моего исследования и к чему я хочу прийти в своих научных поисках? Таким образом, мы подошли к вопросу выбора цели, которая является отправной точкой любого научного исследования. Цель – это своего рода предвосхищение в сознании исследователя результата, на достижение которого направлено исследование. Разумеется, достижение поставленной цели должно обеспечиваться минимальным количеством решаемых научно-исследовательских задач. Теперь обратимся к самим задачам исследования. Задачи исследования – это те действия, которые необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели, для решения проблемы или для проверки сформулированной гипотезы исследования. Задачи должны быть взаимосвязаны, должны отражать общий путь достижения цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования не существует. Можно наметить лишь общие ориентиры для их определения. Как правило, различают три группы задач, которые связаны. Первое. С выявлением сущностных признаков и критериев изучаемого явления или процесса. Второе. С обоснованием способов решения проблемы. И третье. С формулированием ведущих условий обеспечения эффективного решения проблемы. Одна из задач может быть связана с характеристикой предмета исследования, с выявлением сущности проблемы и с теоретическим обоснованием путем ее решения. Приведем несколько примеров возможного формулирования первой задачи. Раскрыть сущность теоретических подходов по проблеме такой-то. Проанализировать специальную литературу по такой-то проблеме. Определить и конкретизировать сущность понятия такого-то. Вторая задача чаще всего нацелена на раскрытие общих способов решения проблемы и на анализ условий ее решения. Например, такие задачи принято формулировать с помощью глаголов. Провести диагностику. Установить возможные пути решения проблемы. Изучить особенности. Три точки. Третья задача обычно носит прикладной и рекомендательный характер. Например, такая задача может быть сформулирована с помощью следующих выражений. Выявить или показать взаимосвязь. Три точки. Разработать рекомендации по формированию. Три точки. Разработать программу, направленную на что-то. Важно помнить, что при определении целей и задач исследований необходимо правильно их формулировать. Эта формулировка должна быть по возможности четкой и краткой. И ее назначение определить стратегию и тактику написания работы. Как известно, основная часть работы включает в себя две, три, четыре главы, которые разбивают на разделы и подразделы. Каждая глава посвящается решению задач, сформулированных во введении, и заканчивается констатацией итогов. Напомним, что при формулировании названия раздела вели глав необходимо избегать логических ошибок. Таких, как, например, одинаковое название курсовой работы и одной из ее глав. Безусловным требованием к тексту работы является его соответствие с формулированной целью и поставленным задачей. Важно, чтобы в конечном счете изложение основной части исследовательской работы в целом соответствовало поставленной во введении цели и полностью реализовывало ее. Если выясняется, что итоговый текст несколько отклоняется от цели, лучше подкорректировать ее формулировку. Итак, задачи исследования – это обычно конкретные шаги на пути к достижению цели исследования. Сформулированные цель и гипотеза исследования определяют задачи исследования, то есть задачи вытекают не только из цели, но и из гипотезы.